всем привет дорогие друзья всем привет с вами как обычно вуди enter и добро пожаловать на обзор карты dfc 2017 2 которая которая уже завершилась какое-то время назад и мы будем делать микроскопический обзор на все углы косяки мапперов на роут и на все что тут собственно есть да карта в принципе неплохо выглядит ты будешь показывать или мне показать давай я покажу как ты быстро пройдешь ну прикольный фиолетовый sky и бакбокс тут у нас клип туда прыгнуть нельзя ни в какую сторону а значит и джам сделать тоже нельзя так старт мир начинается где-то вот тут вот и никоим образом он не обдувляется значит так наверно не словишь но короче на ней обувь нету здесь есть рампа и на ней не получится словить рандомный об чтобы тебя не в общем нормально там она работает и все хорошо да и будет работать всегда нормально вначале у нас три простых паникой который можно очень легко пропрыгать далее у нас в клипе до закона наклонная с клипом и на который нельзя прыгать сожди там что-то просвечивает внутри там что-то есть там окошко надо это это на клип можешь включить я там ни разу не был а хоть ничего нет мы играли целых две недели не нужно слышать а можно пролезть живой не ну вот с этой стороны но не пролезаешь игрок-то блин выключено примнее да нет нет внутри этого этой коробки можно здесь стоять нет это видимость она скорее всего вот так вот клипом типа врезана ну в общем-то на ней запрыгать и на ней можно только ползать потихоньку только ползать и есть ящики для тех кто не сможет заползти наверх далее у вас прямая тут у нас телепорт и очередная наклонная карта сделана немножко зеркально чтобы было удобно на тролл спринг ватар вот типа это спец пингет ручник и нас вы тут у нас тоже так и прямая закину нам там лапочки какие-то были сзади нет выше они не забили ну не знаю ну зачем ну он по наклонной всяко больше набрать скорости можно ну я понимаю вроде наверх черт не там клип скорей для подозревать все-таки карта dfvc не варкап с картой 2005 года так тут у нас клип видимо клип до лампочки нельзя задеть здесь здесь можно здесь нельзя вот она проработка падики еще одни наклонные для cpm тут вообще рам по ходу нет тут только эти вот наклонные хорошая детализация во что в принципе можно все по все поджампать но так как тут вылетаешь это ну так чисто для красоты и как никак нам не помешает далее у нас еще прямая ну раз прямая получается два прямая тут с ящика прикольные подоконники падики очень много тут ну сразу видно что очень много вариантов как можно пройти либо по боку как сбоку либо вперед просто либо как-то не знаю комбинировать эти у нас это все у нас прыгательные оба все это нужно прыгать наверх там клип наверх и да здесь точный клип а ну и внизу у нас телепорт чё ты хочешь а другой подоконник можно залезть нет там нельзя там клип точно да я проверял я пробовал залезть уже так у нас огонечки они видимо всю карту у нас на воздухе держит это двигатели которые дамажут тебя даже подамажила нифига да не знал нет не знал так умереть можно у меня так умер дальше у нас еще наклонные того же типа по которым нельзя прыгать мады или полного водики по туда еще под еще огонечки тут у нас расстроение кого-то перекресток мы идем либо на джимпад либо на эту рампу либо на эту рампу так как у нас сейчас скорости нет мы идем на джимпад принципе какая рампа больше более выгодная так скажем мы узнаем я думаю в демках так падаем значит на джимпад и еще один же пад и написано впереди дфвц и что-то там дали нам 1300 скорости разбоку там можно прыгать можно но я думаю это бессмысленно наверно да кстати приседать нужно чтобы головой не удариться да на высшую скорость и нужно присесть иначе пилишься и габелла тут у нас рампочка наконец-то цепленная рампочка это на виде он вообще поскупился для цпм одну рампочку сделал только бомжарская для угол очень маленький особо не подлетишь слова дают дают до дают рейл и дают слик с еще одной такой же наклонной тут у нас какие-то непонятные еще текстуры и кнопку нас которые вроде как надо стрелять за рейлом дожди по-любому нас машинка на нет дожди он все закроется я понимаю то что закроется он быстро закрывается да если он закроется когда мы будем пролетать он может нас убить наверно я проверять этого не буду падаем вниз тут у нас дырочки которых можно в которой можно упасть которые можно ты поможешь подавал дали чем под пол туда залезть сюда я нельзя не отсюда можно брать наверх но нет нельзя я не просто не к столько вот так вот тут еще лесенки я хорошо хоть лесенка нормально то есть кому лесенка пешком можно зайти это некоторые делают лесенки больше чем шаг да тут у нас клип нужно не провалишься это очень хорошо пойдет но тут провалишься дальше нам надо в обратную сторону развернуться и это у нас слик на стеки сон в ку-3 я думаю просто попадаешь залетаешь из трейфиш дальше попасть как можно ближе к рампе штановцы цепент немножко все похитрее будет если скорость тут нужно или в общем можно чуть-чуть ее использовать это эту слик рампу если на ней попытаться просликать но это очень маленькое время и там буквально нам дали шотган и этим шотганом видимо надо стрелять вот эта кнопку и этот шутган он добавляет к текущей скорости где-то 300 наручем надо чтобы тебя было больше чем 0 да ну хотя бы один наверно пока тебя здесь у нас стрелочки ничего не делаются опа я пролетел сквозь стран в общем то это у нас триггер который подкидывает нас наверх и дает нам всегда 645 скорости вне зависимости от того сколько у нас было до этого опять наклонная и еще одна наклонная везде наклонный если вы не долетели тут забраться в принципе для новичков все предусмотрено а вот тут вот даже прыгать можно можно ли тут срезать а тут клип а таки там он видимо только с торца сейчас прикольно среза найдем аута ну вот он чисто чисто угол на сделал ну такой неюзабельно то есть не используя левую рамку наклонная не получится добежать до финиша стеклянная штука это не стык или нет это не стык после наклона можно вот так но в церкви по крайней мере и финишировать ну вот я за девять минут стану у меня кстати тесту 2 по-моему три минуты с чем-то ну не за давай enter покажи нам так я я постою я наверное альта вновь в радиант экран все видит экран все видит экран и так мы появляемся вот здесь от начали просто покажу привлечу где триггер расположена покажу значит на старте нам дают таргет и не чуть такое который убирает машин ган рему машин ган то есть нас остается только пила и все сзади нас клип то есть мы не туда не можем прыгать спереди у нас триггер который стартует то делать стартами дает нам не battle suite вот и дальше вот здесь вот слева все у нас заклиплена сбоку триггеры в воде как бы мы их перепрыгиваем летим дальше прямо прямо здесь заклипленная наклонная здесь тоже зак заклиплены вот эти две палочки то есть между ними не получится провалиться это неплохо с триггером вот здесь у нас триггер по моим чекпоинт который ничего не делает сверху не обойти сбоку не войти здесь вот как раз заклипленный пол с пимпочкой об которую вуде не смог зацепиться хотя вот за это смог в принципе здесь ничего интересного это типа вода так отображается она нет у меня шейдера это подлет наверх вот три еще один чекпоинт как я понимаю таргет чекпоинт и справа у нас здесь заклиплена вся стенка то есть не получится никак то залететь и пропрыгать по вот этой вот боковой штуковине вот падики 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 прыгаем заклиплены и даже вот эти вот как они называются то выступы чтобы нельзя было зацепиться в маленький коробочку это классно сделано очень классно дальше если кто не знал вот здесь такая большая вроде как место кажется что можно даже вот туда как-нибудь пролететь зацепить триггер там прострейфить отсюда упасть куда-нибудь сюда зацепить триггер портануться вперед но нет здесь все в клипе здесь клип везде сбоку на потолке и внизу у нас вот эти вот триггеры нам дам у нас дамажа там нижний телепортирует ничего интересного при полете вперед здесь тоже ничего интересного заклипленные стены чтобы нельзя было зацепиться за вот эти вот уголок не знаю зачем прикольно сделали про продумали карту много триггеров чекпоинт еще один поворот налево с тоже с шейдерами неба и заклипленными всеми стенами всем чем можно также с этими дамажащими фиговинами здесь у нас что-то такое player clip еще клип клипов здесь уже или да много клипов это и нас ящик который с поломанной текстурой вот они две рампочки джампад который подкидывает то есть он находится небольшой на небольшом расстоянии от пола то есть чтобы зацепить триггер нельзя придется прямо на него приземляться то есть нельзя на большой скорости влететь в триггер там не за как-нибудь по всередине прыжка и подлететь наверх придется именно приземляться так здесь у нас вот этот вот у нас таргет телепорт который нас телепортирует вот сюда ты даже если мы разбежимся сделаем дабл джамп и попытаемся упасть куда-то сюда то у нас телепортирует вот здесь как внутри прохождения будет дальше вот большой большой триггер вертикальный классно сделано то есть чтобы может можно так сказать не останавливаться на нем прям летать или нет триггер триггер пуш который нас он внизу около кнопки находится этот большой просто чекпоинт который нас ну чекпоинт полет вперед сзади начинец перед ничего нет клип чтобы нельзя было под мостиком пропрыгивать клип чтобы нельзя было до дфц до надписи попасть в общем триггер который еще один чекпоинт слик для выку 3 в основном чтобы можно было прям перед рампой подскочить опять заклиплены здесь весь этот рампочка классно то есть между вот этими кусками не получится провалиться дальше у нас дальше чем кнопочка который на оставляет заклиплены потолком дверки которые открываются вот мы летим вниз падаем здесь триггер который нас репортирует назад если что насколько же из всяких клипов клипы 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 это нас просто рака вот здесь клип на вот этой вот штуковине чтобы между ними нельзя было попасть попасть чекпоинт здесь клип для прохода прохода сюда и не знаю зачем это сделано вообще такая штука дизайн наверно классный дизайн наверно экран не видишь ну ладно период представляю что вот этим чекпоинтом нам дают шотган то есть они чекпоинтов триггером вот мы получили шотган прыгаем сюда вот этот триггер нам дает target speed который добавляет по иксу по игреку в общем 320 упсов прикольно сделано не знал что так можно дальше и дальше вот этот триггер который нас вверх кидает то есть он его можно не знаю сбоку наверно как-то прыгать или слева или через верх не знаю насколько у него есть какие-то информации нет таргет просто таргет уходит на вверх 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 нет не вверх ух ты это что секретка я что-то нашел сейчас я посмотрю что это такое таргет позиция я не знаю что это это какая-то классная штука которая вкалка завернута позиция это куда вылетать будешь ты у кнопки дробовика да нет она после кого-то подлетаешь тебя этот триггер он кидает очень сильно вверх ты бьешься головой вида до головы в общем он туда улетает на кидает нас наверх но он так специально взял это так это что такое таргет пуш который нас просто пушит в общем ничего интересного телепорт триггер чекпоинта прыгаем прямо вот заклиплены полностью стены боковые чтобы нельзя было туда упасть заклиплена левая стена и здесь этот уголок по которым кстати можно прыгать и вот здесь находится финиш как бы триггеры все в принципе логичные нету такого ничего страшного ничего вроде бы вроде бы триггера нормально расположена то есть срезать карту так сильно не получится ну ладно вернемся сейчас в игру вот меня видно так но я не знаю что тут показывать тут для тех кто начинает играть карта выглядит наверное стандартно то есть мы стрейфим прямо 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 видно то что нужно приземляться на эту рампе как-то попрыгивать вот на вот этой рампе можно вниз упасть опять мы прыгаем прыгаем цепляем этот вот или не цепляем вот эту вот рампочку или эту или вот эту рампочку вот залезаем кое-как наверх стрейфим по вот этим пазиком здесь можно даже дабл джампнуть пролететь наверх упасть даже в телепорт все равно пропрыгать вперед пропрыгать по этим пазиком трем в любом случае мне нравится то что в любом случае человек любого уровня он пройдет тут ничего сверхъестественного делать не надо тут все достаточно просто но я кнопочки не показываю которые нажимаю в принципе ничего ничего такого страшного то есть как проходится в принципе просто стрейф 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 я забыл выстрелить шутганом вот мы пытаемся стрейфить а еще и забыл случайно выключил вот из-за 16 я прошел в принципе карта кое-как что можно сказать про эту карту на самом деле можно много много всего рассказать хоть она и в принципе простенькая но для того чтобы поставить на ней тайм хоть чуть-чуть побыстрее приходится очень сильно извращаться во первых да во первых если учитывать физику пока только себе сейчас мы о ней будем говорить во первых то что при стрейфе мы можем здесь приземлиться этот краешек и за один прыжок дожди за один да можем здесь после одного прыжка приземлиться здесь надо был джамп или как нибудь вообще перепрыгнуть сделать один прыжок и приземлиться на дальней по моему не помню да можно вообще сюда приземлиться и это экономит очень очень много то есть целый прыжок это 0 7 секунды ну или полсекунды может быть но для этого нужно прям очень много скорости иметь и при попасть прямо на самый краешек хорошо подлететь высоко и далеко и дальше набирать много скорости чтобы не делать здесь лишних два или сколько там прыжков дальше после того как мы падаем на вот эту вот наклонную у нас есть такая штука в сипе м как набор скорости на вот таких наклонах выгут или при этом не падаю да в у кудре такого нет в у кудре мы вот так вот прижимаемся и падаем скатываемся вниз все сипе так как физика позволяет заворачивать мы можем зажать одну кнопочку в бок и вот таким вот образом набирать много скорости то есть на прохождении это может выглядеть вот как-то так то есть я просто жму одну кнопку набираю скорость падая вниз по вот этой вот наклонной то есть и плохо так набираю многие я я даже не знаю не очень не знают как это использовать то есть многие просто пытаются строить по вот этой вот наклонной да так опыта побольше в принципе пробовать и таки сяки смотреть как лучше получается как но если самоизучением заниматься в принципе по вот таким наклонным есть даже карта по-моему дкр 14 вроде называется на который прям вся карта в таких наклонных и нужно вот так вот летать по ним по мне заворачивать вот так вот вот таким вот образом ну то что на ю тубе кстати она даже популярная фугу но это видео популярность этой карты дымка вот ну и дальше для по крайней мере для моей дорожки когда я прыгал очень неудобное было прохождение я не знаю но я не супер-пупер игрок я в стрейфе не очень поэтому у меня как бы в прохождении я приземлялся вот прямо на самом вот этот вот краешек ближний то есть нужно было после наклонной умудриться приземлиться прям под правильным углом спадать вниз ликать попасть на вот этот самый краешек дальше два прыжка ли сколько там прыжков 3 или 2 я не помню прыгнуть сюда куда-то вот сюда и третьим прыжком приземляемся прямо прямо вот в эту вот в эту рампочку но по крайней мере я так делал кто-то приземлялся вот в эту рампу кто-то вообще друг другую дорожку и зал можно здесь было не знаю как-то дабл джампнуть из дабл джампа у нас экономить здесь пол прыжка или целый прыжок то дальше ну и в общем нас видим все пьем основная цель была приземлиться как можно вот на этот краешек и сохранить скорость как можно больше то есть нужно было приземляться и как можно левее более горизонтальная скорость то есть как можно ниже подскочить и со скоростью там 800 900 дальше приземляться на куда-нибудь то есть либо вот сюда либо вот сюда либо здесь сделать дабл джамп либо прилететь на тот патт либо на вот этот вот кубик в общем в зависимости от скилла от того как получилось подскочить у людей была разная дорожка сильно отличалась вот ну что ж дальше дальше были опять варианты прохождения в зависимости от скорости кто-то здесь сделал дабл джамп улетал на не знаю вот а то дабл джамп можно было при приземлиться вот сюда здесь сделать дабл джамп приземлиться вот куда-то сюда можно было в общем то здесь тоже много вариантов в от физики от скорости по-разному проходить дальше давай это что я хочу сказать давай основные моменты озвучим все мелочевки которые расхождения в ротах мы все равно основной момент приземлиться на вот вот прямо перед вот этой фигуриной у вас выбора просто нет здесь по-другому на вот этой штуке очень много скорости теряем а вот эта штука она лучше всего подкидывала приходилось в общем мини уголок и за те очень сложно рандомно попадать на него дальше стрейф по вот этим отпадом основных два варианта прохождения либо просто стрейф и там даблджам либо можно было до даблджамп на тебя будут это вот наклонную и приземлиться на вот на сюда рампу площадку по идее вот эта площадка она чуть-чуть чуть-чуть ну даблджамп он позволял здесь больше скорости набирать ну да потому что если слишком много скорости тут упираешься в рампу и не можешь сделать прыжок перед ней как и теряешь очень много скорость после приземления мы здесь чем этом делать он приземляемся сюда подлетаем либо бьемся головой либо не бьемся головой по моему туда вот такой вылет происходит классный мы здесь летим приземляемся обычно отсюда на этот под вроде бы ну вроде даже три прыжка как я реально забыл проходить вроде бы здесь надо было приземлиться на этот уголок на этот черт я не помню как проходить я проходил через даблджамп вот этот вот этого от этой рампы есть я пробовал долго пройти через эту рампу но у меня так и не получилось потому что здесь нужно было как-то другой спейсинг на этих падах иметь сюда там надо другой был раунд думаю кто-то все равно ее завязал что-то смотрим здесь был даблджамп пен залет наверх и летели почти сразу к джампаду прыжок на нем и стрейф сразу по снаппингу сейчас как он тут вот поярче его сделаю то есть тут два варианта ну как бы снаппинга если мы либо просто начинаем сразу откуда туда снаппит либо мы сначала оттягиваем себя в одну сторону вправо а потом стрейфим влево чуть-чуть вперед потом влево в принципе это позволяло больше скорости набирать вот и после эти двух прыжков мы приземляемся сюда делаем даблджамп на вот этой вот вот этой вот с рампы ну или там вперед что тут еще есть такого сказать даблджамп полет стрельба в рейл кнопку падение вниз здесь можно было кстати развернуться стрейф ну тут тут тоже было два варианта или сколько тут либо мы как-то вот здесь можем сделать даблджамп на лице приземляться сюда и дальше проходить налево либо мы могли даблджамп на тебя вот эту штуковину либо мы могли даблджамп на тебя плесеньку но в итоге честно не помню как там правильно был по облесенку все делали даблджамп или можно было еще вот этот вот ящик даблджамп ночь если получалось но и самое главное то что здесь разворот правильно сделать то есть здесь надо было заходить или налево или направо делать разворот с или со сликом или без 90 процентов я уверен делали без лика потому что тут очень мало времени для слика даблджамп заворот на 360 180 градусов вот она а это туман там такой он даже двигается прикольно вперед нам дают шаган мы стреляем в эту кнопку прыгаем в этот джамп от тут тоже принципе ничего интересного ничего сказать стрейфим сразу после касания сразу пытаемся в snap зона попадать вот в эту то есть вот таким вот образом и здесь опять же вот на этой наклонной у нас было несколько вариантов прохождения либо либо мы просто вот так вот сликаем до синего здесь до белой штуковины делаем даблджамп либо мы падаем вниз и здесь делаем даблджамп ой не того чтоб там это должен понять в общем можно было чуть-чуть здесь вот от краешек упасть и делать даблджамп на верхней штуковине но по-моему строит это выку 3 по моему дорожка с этой рамкой тут еще кстати момент на вот этой вот штуковине на падающей рампе как как уже известно есть два варианта прохождения либо с двух кнопок мы вперед и влево зажимаем и смотрим куда-то сюда и набираем скорость либо мы зажимаем одну кнопочку и вот так вот боком пытаемся ползти по вот этой вот наклонной с одной кнопочкой мы никогда не упадем с двух кнопочек мы можем даже побольше скорость набирать если впадаем прям точно снаб зону ну и я помню как-то так проходил тут мало чем можно сказать ну тут все в клипе ничего не срежешь в принципе да да вы по идее ну просто 10 минусов карта проходил давай попробуй ты что ли пробежать я как нибудь давай попробуем я обещаю что это будет быстро ну что играли мы уже давно давай с вылетом ну допустим ну тут в принципе все ровно по спейсингу подходит немножко не долетела скорость скорости да не хватило что такое то аура к этому не антиджамповая но я тоже кстати юзал вот эту трампу мне кажется я была намного проще и на ней я тестил даже с дэвмапом как-то вот с этой рампой эффективнее было больше можно было скорости сохранить чем с этой потому что тут ты выворачиваешь на нее а тут ты можешь прямо стрейфить тут ты наберешь больше скорости и можешь под кривым углом зайти просто и ну дальше улететь а тут тебе надо было выворачивать как ты все равно теряешь по идее там я думаю демпер увидим да так тут у нас шампап тут у нас примерно все вот так происходит как тут вязать не вязать не надо кстати максимально рано стрелять с дробовиков дошла же больше скорости раньше скорость получить и быстрее пройти ну и вот минута 30 это получается такое средненькое с какими-то фейлами но в целом я думаю средний результат будет около минуты там 50 с чем-то минута думала так будет средний что переходим к просмотру демок получается я просто давай что еще можно сказать про нее а сейчас походим днем с vq3 vq3 было демок поменьше чем cpm но их все равно было очень много вот и даже не знаю с кого начинать открою а так вот 3 что тут у нас у кутри так много демок всяких волды перс корж драму с кого начнем с коржа наверно снизу вверх подожди где-то коржа нашел ты себе м что ли смотришь не 2-3 снизу 45 минут и в чина сандар сзади второй раунд смотришь конечно дфц 2017-2 dvq3 cps 32 канада 16 минут что подожди-ка ты не сиденьки смотришь не роте смотрю просто странно разархивировалась ноги давай так xpc до канада 16 минут я не буду что у нас там кто у нас есть за 16 минут xpc потом идет 354 минуты psy blue вина швейцария я не знаю чем там четыре минуты делал на этой карте я думаю надо с декусы наверно начинать с снг как и хотели потом идет celtic 150 таки china из китая за 143 stalker из германии за 139f какой-то из китая тоже из китай китай германия венгрия декус 1219 ну давай с него тогда начнем давай окей play пока смотрим без замедления но сейчас посмотрим что надо будет сделать чуть-чуть ускорить залетела лучше не могу неплохо сразу куда нужно притормозил немножко мне наверно надо было в кутри дорожка показать хотя может и нет куда она немножко отличается от cpm дорожки и совсем по-другому выглядит и смотрится принципе нормально все проходится ну да то есть достаточно чистые получается прохождение внутри эта карта по моему сложнее было тут не как-то просто все тут в кутри надо было очень чисто все исполнить и тоже были свои моменты там порол там но я думаю увидим 121904 да да давай чуть-чуть так ускорим сколько 13 до 1.3 play быстрее на 2 секунды я думаю то что он у него концовка просто лучше получилось технически в принципе все также должна быть ну да либо начало даже быстро прошел быстрее намного чем предыдущий по падам принципе получилось пропрыгать не запороться нигде но даже по этим паузов сразу кстати быстро до проходит нападок он зависел наверх у него намного быстрее сейчас есть он не под не упадет не куда-то но он еще столкнулся а есть еще споткнулся да и тут стенку употкнулся и тут заборо да 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 много где здесь еще на не дадут не до строитель но вот он вот он и минус большущий если начало классному хорошо было пройдено то потом он много где-то на заборался сейс россия еще на 2 секунды быстрее play залетела наверх неплохо вперед расходил тоже неплохо вот здесь скорость потерял единственно прыгал через низ по вот этим ступенькам но чтобы скорость набрать при стрейфе и прилететь до сюда кстати хейс по моему в основном цпм и то что отправлял вы кутри дымку этот это я пах я хвалю и в общем за такое рвение это очень классно проходит чуть медленно чем выше но здесь еще кружок решил через низ проходить вообще не использует боковую сликовую рампу и финиш 117 тоже по моему в конце у него больше ошибок было чем чем в начале ну да да ну конец такой видишь еще заковыристый там что-то торчит здесь что-то торчит постоянно что нибудь так сейчас чем по дымкам вообще у нас 56 по моему ухты а я был где-то где я был вообще ну не знаю что я себя не вижу ты посылал 58 она я очень мало играл поэтому а вот а делисал и и все надо было побольше и поставить быстрее ну на 4 секунды ой на 3 не данные 4 секунды быстрее айди из россии play так 1 13 и 4 4 1888 888utes роут примерно такой же чуть даже побыстрее чем у хайза ну момент ввлекался в стенку проходил через паттик и здесь хорошо вылетел здесь не запоролся чуть-чуть это наверно как ванга да позже запустил я говорю запорол и ты чуть-чуть подкнулся при падении вниз мимо ступенек проскочил до ступеньках дату финиш конечно заковыристы это я думаю многие них не хотели переигрывать если них начало более-менее хорошее получалось но тем не менее проходил ой финиш какой классный он споткнулся на последней ступеньке но все равно это хорошо на секунду быстрее дробь из белоруссии 1 12 4 play что у нас сделал великий ботовод ну по крайней мере не ботом проходит уже хорошо 3 прыжка попал на рампу никуда не долетел пришлось залезать наверх стрейком попрыгал неплохо не падал на первый пад а лишний прыжок сделал тут они по прыжкам тоже на несколько больше чем нужно стрейфом принципе набрал много скорости завернул неплохо подскочил неплохо прям самый последний момент выстрел район пешком ходил сказать ну так не знаю надо надо было переигрывать ну что мне кажется он затестил как будто бы я не знаю третий раз я прошел и правил мне надо было как-то посерьезнее отнести что дальше киа nex 11960 play быстрее еще на полсекунды сейчас посмотрим где срезал ножка в принципе все так же попал на крышек долетел почти до самого верха вот таким это было долетать попадал в принципе неплохо проскочил мне кажется стрейф получше уже да уже руки он слушает же киа nex киа nex очень красавчик смотри как вырос он даю растет надо фвц помнишь он демки его на варкап так а тут интересно как он пойдет да но зато не встал хотя бы там то есть спейсинг подровнял чуть-чуть замедлился но тем не менее хотя бы прошел он не втыкаясь и 111 и 9 9 дальше корж 117 на соточку варсать на 150 быстрее чем киа nex из беларуси play там вообще без рампы без века вырезал проходил тоже почти наверх и получилось доскочить пашка в принципе неплохо на немножко где застопился но я думаю на финише в целом строить достаточно хороший кстати даже а и надо здесь еще споткнулся как раз перед рейла мне кажется потерял много и вот здесь вот еще да и после перед но немножко может быть опыт и не хватило мне прям хочется топовых стрейферов посмотреть романа как он прошел и ну мне кажется выку 3 топовые таймы там будут очень классно смотреться динамично нужно 300 еще быстрее а сейчас дожди так какое место получается у которой занял 20 какое-то не знаю 20 или попал сейчас я сейчас гляну топ игроков двадцать первое ой какой ужас какая плохо так ладно корж у нас был следующий игл 1114 play быстрее на 300 совсем чуть-чуть но быстрее сейчас будем смотреть играл кстати очень даже старый игрок у него даже он ручки потрясываются он уж идет с него песок на рассыпется почти до верха доскочил вот сразу напад после рамка отлично получилось мы начинаем видеть как люди сделают срезы некоторые ну и на один прыжок больше можно было там поменьше сделать классно пройти лишний прыжок сделал не хватило немножко стрейфа споткнулся в уголок врезался вот здесь по стрейфу классно в принципе получилось вот здесь вот в конце он очень-очень много потерял чуть-чуть до наклонной не хватило там да но если бы он ну да в наклоны по ней проехался было бы не знаю на несколько секунд быстрее монстрик 1112 play 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 интересно где монстр взял 200 мне кажется на концовке проходил начало без без наклонной совсем залетел почти на самый верх на один прыжок больше делал но в принципе нормально проскочил тоже падал сразу на первый под вот здесь два шага кажется не хватило немножко стрейфа чтобы запрыгнуть не то под пешком немножко потерял да 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 немножко запоролся ну в целом финиш кстати достаточно неплохо смотрится использовала тоже наклон слева и но вот здесь взял наверное наверно за в концовке много набрал по чуть-чуть да вы чуть везде да но у него середина так себе было он так около рейла потерял гендер винтер до 108 и 216 до смотреть play на три секунды же быстрее целых секунды отрыв давай винтер покажи стрейк неплохой и до верха он не допрыгнул сделал плюс один прыжок пропрыгал в принципе неплохо по всему чему только можно сразу напад на 1 вылетел кстати классно до заворот неплохой стрейк стрейк джамп от здесь сэкономил упал сразу вниз на бюстер все проведено а прикинь если там скилл 2 сделать еще быстрее ну да финиш поровнее но если бы не упал было бы намного быстрее за счет старта вырулил ничего страшного думаю мы его простим крот раз раз рус рус нт нижний тагил плюс 300 почти плюс 200 секунд от винтера плей посмотрим я секунд сказал или секунды чуть-чуть рампа использовал попал на краешек и до верха не налетел ножка но стрейк у него получилось в принципе и не напад тоже здесь прыжок можно было срезать мой пешком он ходил много но в целом ровненько тоже кстати я бы сказал что плохо достаточно очень даже хорошо тоже последний момент счет зацепил там я мы немножко под и у финиша но суши быстро быстро рампу их почти до конца отлично допрыгнет чуть-чуть да не хотела но блин я думал плюс 2 еще секунды сделала как раз кстати как вот но у мэтт и бега нового делал 1 и 5 и 4 на 2 секунды быстрее давай посмотрим play сейчас но мы ты покажут как надо старый закали старой закалкивают тишник я-то его знаю должен показать что же ты пользовал рампу прям на краешек попал долетел до самого веры первый тайм где чувак долетел до самого верха вот сразу на первый пат приземлялся все он наконец-то здесь без остановки пропрыгался здесь скорости много лишний прыжок делал можно было сэкономить ящика тоже первый раз и об ну почти ну там мне кажется вылететь можно повыше как и ну да да и об рампу здесь но я думаю это не было в его планах дальше эффект эффект перебил но мы до на 300 на целых play на целых 300 секунд о этих миллисекунд до 300 секунд жирновато в минус с одну эффект и посмотри очень чуть-чуть мой как как много проскликал классно но вот здесь так медленно забирался по ступенькам наверное это на этом он и потерялся что моим да на финише скорее всего сделал очень даже классно пропрыгал папа подом классно здесь в один пожарная джампада и скорости набрал за и много скорости да там после этой повороты не зацепила пал сразу вниз еле-еле зацепила рамы немножко запоролся там было как они быстро мышка дергается с большой тут у нас тут у нас он должен сейчас хорошо сделать да есть за счет еще потерял потерял наверно 300 200 данный финише когда он врезался не слева там зацепил ну да ну в общем еще еще на 800 получается сейчас нос на 800 быстрее 1 и 4 и 3 play суши ну быстро ящик ящика нас ящиков интересно как да сразу напад с поворотом классно прострейфил но нос вообще тоже закаленный такой чувак него же по моему даже мувик выходил где он тортуры борисовские играм мувик можно посмотреть у нас кстати на листах и фраг мувис ну здраво века не очень быстро получилось ну ой финиш очень классно финиш очень классно что получился финишом молодец зерк 131 ника не будем смотреть не знаю хочешь да давай посмотрим давай давай дима нора и не просто интересно как нигде здесь проходил что доник не было выстреливать классно он начинаешь устроить до 3 крышка да вот здесь это не получилось попрыгать с песен совсем не тот был из-за этого ничего не получилось сразу напад пролетал ну видно что чувак на опыте просто пропрыгивает да здесь не делал лишний прыжок проскочил в принципе нормально сразу упал вниз мой сколько он пешком ходил до забрался достаточно воды а еще хотел он еще пытался также только одну дает ну и финиш его неплохо очень даже по-скоростному так теперь дед зерк давай его смотреть play давай критикуем попал на из зерк так пока рука не дрожит через низ проходил попал в рампочку долетел до верха отлично напад сразу попадает пашка в принципе все плохо все неплохо по прыжкам в принципе все плохо тоже подпрыгнула прям перед джампадом и зацепился за ней с сожалению до завернул тоже неплохо вверх здесь он потерял прям сколько-то стрейфе нашу что нормально нормально бог отлично неплохо пройдено наверное зерк прочувствовал всю суть следующий рекрут россии 102 давай смотрите play так через низ на краешек прям получилось у него пропрыгать по всем падам на первый пад сразу классно стрейфил кстати холбитом в полете на не зацепился удовольствие пока все неплохо пройдено а здесь можно чуть-чуть срезала таким вот ротом ой здоровый га хорошо вылежит и финиш просто просто классный финиш рекрут молочит и рекрут кстати играет в основном по моему в кайл рейс и там он там он рекрут там как у нас кг 7x такой же одну в том плане что сервера там держит следит за всем быстрее на 1 и 2 кисель тоже опытный 1 так сейчас 5 сек так ну давай смотреть кисель 101 play помню его кисель копы очень классные карты наверх в принципе нормально с одного прыжка взлетел и пока очень да очень неплохо получается у него сразу на первый пад ему было и по центре и поменьше немножко но пострыгала очень классно прыгать пока что очень даже так здесь в принципе неплохо попал не зацепился не за что и как он здесь остановился зачем-то залетел наверх очень быстро слушай на дробовике немножко если мы там не остановился был бы не знаю меньше минуты скорее всего поменьше минуты google а ну блин слушай красавчик вообще звонят давай next на ос босс россия play так посмотрим начало классная в два прыжка до сразу сразу наверх с этой рампы как ты головой ударился сохранил скорость завернул классно в 2 а я думал до пушка допрыгнет вот здесь она потерял немножко джампада классно проскочил не делал лишний прыжок залетел сразу наверх не зацепился не за что и немножко на лесенке про потерял и здесь еще даже пол прыжка он прострейфил он неплохо и с джампада залетел наверх все 1 0 0 9 так следующий следующий кто у нас там где даже не знаю или с ксаса начинать или с киета очень хочется киета посмотреть как он проходил но и ксаса тоже давайте все-таки посмотрим и того и другого но и потом меня много здесь демок 20 с чем-то наверное поставлю time скейлс в единичку все что меньше единички минуты будем смотреть с обычным там скеллом ксас чина play 59 и 5 вышел из минуты сейчас посмотрим как два не получилось надо лететь но использовал рампу залетал сразу наверх классно использовал вот этот боковый боковую штучку чтобы пропрыгать в три пушка залетел до ступенек ящик пришли слушать вот здесь мне кажется больше прыжка даже потерял прострейфил неплохо завернул подлетел на рампе другое прохождение было немножко стрейфил неплохо и попал на краешек и допрыгнул до финиша 59 и 5 следующий 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 кет кет очень хорошо играет на на вообще стрейфрейм фрейма джамп мапах но здесь он почему-то до топа не дотянул вон там три с лишним секунды поэтому давайте смотреть play но тут не совсем фрейма джамп мапа тут есть моменты но тут она в основном на набор скорости в отрывках то есть пышником тут нужно было в определенном моменте набрать максимальной скорости потом получается вот эта рампа допустим он замедлился следующий отрывок ему нужно набрать максимальную скорость следующая рампа и так далее я поменял таймскелл на единичку и всех то меньше минуту смотрю с единичкой когда я банка да принципе подопрыгнул до джампада отлично завернул тоже нормально принципе здесь основной таких ошибок больших не вижу нормально все выводится но он очень много тебя прошел я вот смотрю уже у финиша очень классно он заделает он как так можно что такое он не стрелял не стрелял что как почему ты в стаж сколько он потерял просто не за секунду наверно потерял полтора прыжка это моя дымка за 58 9 смотреть play ну конечно твоя дымка меньше минуты я понял тебя рублю карту побегуете мне уже троих человек посмотрел что-то пришлось учиться завернул неплохо пропрыгал по всем этим падам попал зону напад чуть чуть не зацепился за уголок здесь нормально в один прыжок допрыгнул до джампада да очень классно кстати допрыгнул и и об тоже очень хорошо скорости сохранил вылетел на пятьсот с чем-то там на 800 в тыру попал и это была версия побыстрее вроде честно я не знаю там на пару фреймов венис так и не понял где изи потерял эти две секунды вроде бы быстро проходил все основные срезы а потому что я концовку чуть по-другому делал но и все равно это мне так мне резко ты медленно прострейфил эти так скажут концовка имеешь ввиду или где ты вообще везде ну как бы прыжки в те же самые места но где-то я потерял сколько получается две секунды потому что вот это вот поэтапности к самой карты как бы что в цпм что выку 3 это но сложно очень смотреть надо прям детально разбирать но тем менее тебя перебил давнуть лайт на 90 давай посмотрим play я так я понял я почти секунду потерял тупо в конце если бы я сразу прыгал на 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 рампу которая там прозрачная был бы побыстрее обычно с на стрейфом долетал сразу до верха сужен нормально поставить стрельф я по-моему без 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 это сликовые рампы я даже не пробовал ни разу проходить возможно как надо было делать без сликовые начали которая 2 упал вниз точно получилось а немножко ручка затряслась затряслась плюс увидел сразу все понятно ближний краешек и с рампы залетел на самом верх мне так же надо было делаться это я сликал до самого конца и потом стрейфом заворачивал они вот этой рампой вот следующий кто там у нас берсервер бирса да уже слова не все-таки бывшие снг вроде на 300 побыстрее два прыжка получилось до верху прям до самой еле-еле до краешка долетел да 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 ну стрейфит качественно инсвеглярс очень старый и муж не заран под сорокетную как тебе классно да он ту траекторию срезал на русских и и нормально тут влетел именно в 900 вылетел немножко медленно конечно но тем не стрейфит он стрейфит как стрейфит как обычно просто ничего особенного я не вижу но выполняет все чисто и в этом его плюс и чуть-чуть еще бы вот было у него по меньшей скорости мне кажется на упсов 5 и он бы на финише в эту ступеньку врезался давай самого спринга посмотрим мы сам маппер 58 4 play из америки подходим мы там кто будто нет сколько топ там 56 56 то есть разница здесь буквально в секунду-полторы сейчас топ-1 spring кстати говоря сам топовый стрейфер и не только стрейфер у него очень классный получаются и пушки но на своей карте он как-то генерит не реализовался или может быть понял что он увидел вот это классно это он сейчас мне кажется сэкономил нормально времени один фреймжамп сэкономил но это это плюс не ударился головой чуть-чуть помедленнее поэтому он осознал наверно что намапил какую-то фигню и поэтому тайм не очень хороший реально будем смотреть правде глаза ну как бы это dfc карта что но она классно сделано там какие-то роуты продуманы но она прямая прямолинейная тут ничего такого нет не в упрек не маппером никому просто возможно выбирать не из чего было как вариант так кто у нас топ 10 4 5 6 7 8 9 10 гопер на стоп 10 уже рядом бриган на бриган 58 1 play один тайм у него разделяет он 12 место с каким-то я не успел прочитать с кем-то разделяет и по буржуям но бриган кстати бриган сравнивая его скилл на dfc начиная с первой карты и точнее не начиная а смотря на его скилл с первой карты dfc и смотря на то что он послал на варкапах по моему он на dfc очень вырос то есть сам dfc ему дал такой скачок в скиле что что задергание мышкой было сейчас да и гляну пересмотрю дымку просто интересно это было перед джампадом это обозреваешь в общем не просто сам лак был или так он может мышку представлял я ешь забыл где нормально все перед следующим джампадом по ты видел он за один фрейм успел повернуть 27 и 2 по моему да еще раз пересмотрю ну-ка я у тебя потом посмотрю . дергалась быстро я не знаю что это как это так ну не знаю может 4 и и я на мгновенно 27 0 и на ну ну ладно ну ладно дальше смотреть так дальше гопер топ-10 даже да и рассмотрел до финиша ты сейчас дойдет давай так принцип прохождения классно все без ошибок строй их даже был без наклонной рампы начальной и тоже использовала до нижней наклонной реально если бы я вязал я бы сделал быстрее на минимум полсеки ну что ты старый уже зрение зрение не то не вижу буквально на на очень многих картах за фейдлис дорожкой ну да так хочу я окей гопер россия play 57 8 до быстрее лентера на секунду я буду говорить насколько тебя быстрее там топ-11 всего на 2 секунды всего 2 секунды подумаешь ну гопер кстати тоже ну гопер нафи во все времена гопер он есть гопер он он хорошо стрейфит у него с пушками все в порядке он планку свой уровень держит тем менее но открывает продать если что он ударился головой это дало ему тоже какое-то время то что он не делал фрейма джамп тоже на чуть-чуть дало да то есть везде почти получается но вот это кстати принцип основной когда тебе кажется что ты прошел быстро при этом ты игрок топового уровня но ты видишь как прошли там допустим на секунды быстрее ты не понимаешь как это потом смотришь дымку и в основном так и бывает что просто везде по чуть-чуть типа тут быстрее там быстрее так вот и набирается я по себе вот так замечал как вылетел тут он потерял кстати тоже ну что то тоже такой момент видишь можно чуть шире на финиш зайти и потерять там сотку да условно говоря можно чуть ближе зайти и выиграть эту сотку тоже такое ютона давай посмотрим окей так это нас три четыре пять шесть семь восемь ну ладно даже три шесть восемь нет он топ 8 а у нас там два одинаковых с бюрб и штица из швейцарии на этом 577 потом у нас не жито там есть даже что там ладно сейчас посмотрим так залетел в принципе неплохо даже я думаю перескочит на не перескочил построены и тут он тоже классно очень играет уйду навсегда стрейф на уровне это ты не обсуждается тоже врезался ой как срезал слушай там если стрейфить посильнее мне кажется можно без прыжка пешком дойти до этого джампада и будет очень еще быстрее я помню даже роман что-то про это рассказывал но это очень сложно хорошо попал в яму на 900 выпрыгнул здесь очень классно срезал он не округляет по бортику и как он с дробовиком у нас на 900 здесь так 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 ну вот даже вот так вот да он все равно быстрее к финишу получается придет потому что у него более внутренняя такая траектория никита ивух ивух 8 57 1 быстрее на 600 плей вижу там уже а это уже топ там да классно надеюсь цепи успеем посмотреть как в любом случае с 3 прыжков прыгал сразу через наклонную и сразу до до верха до самого использовал бортик запрыгивал наверх бился головой сейчас будет он фрейм джампить нет даже без твоего джампа очень правильно по углам стрейфил поразов с набзором но никита топовый стрейфер принципе топовый игрок и очень много понимает в стрейфе поэтому у него ну топ 10 time поэтому ой как правой финиш какой классный финиш очень быстрый финиш очень быстро получился желвана давай тоже посмотрим 57 1 из бельгии чувак тоже топовый игрок да вот следующие топ не за 5 человек они отличаются буквально на меньше чем на полсекунды прохождение вообще всей карты залетел популялся головой про стрейфил опять без всего вот видел видел он сейчас на краешек джампада прямо прыгнул надо да а он мог пройти немножко пешком тем более что у него скорость была большая он бы пешком прошел бы сыграл полсеки до этого джампа ну я не знаю почему не заюзал это вроде очевидная вещь очень финиш финиш очень хороший очень такая узкая траектория внутренняя это очень класс муки дворинки тоже посмотрим руки известный чувак на 200 быстрее чем у желвана осталось пять человек причем у них разница вообще очень маленькая на такой большой карте без наклонность рейфом долетел до самого верха в принципе все что можно основные срезы все использованы и здесь буквально на на самых маленьких мелочах хороший тем достигается этим всем для смотреть отставить ну да вот я кричусь я не заметил спасибо... ой... пожалуйста и знакомый он взлетал сразу наверх стрейфом до финиша 56 9 вышел с 57 секунд вот топ-1 56 и 7 а это 56 и 9 в общем разница очень много очень маленько рази до 2 роман романова 56 8 play очень жестко дымка у романа я прям чую я знаю но я ее смотрел в разные но это было давно зачем так халби там вообще почти все пройдено да 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 это очень классно даже зеркал на своем взоре отмечал это норман потому что топовый стрейкер вы классно верился вот здесь он видишь он был далеко джимпада ожил ван тогда прямо рядом приземлился но это было очень круто помог пешком брать и может здесь немножко потерял скорости из-за немножко неправильного там время джампа что ли он через лево заворачивал через право это нельзя за руль и финиш очень тоже не а финиш немножко конечно блин ну слушай вот насколько мог повлиять финиш на его тайм у него разница стопом ну сколько сотка до меньше сотки меньше сотки если бы финиш у него получился по более внутренней траектории относительно поворота он бы мог топ сделать это блин представляешь вот представляете да ребят насколько вот эти мелочи они влияют в принципе на время и на твою позицию особенно когда ты не знаешь тайм и других это в онлайне ты прыгаешь ты видишь чтоб ты знаешь что вот тебе надо вот сока да а когда ты фвц там все выкладываются на максимум это очень тяжело предугадать по это место завершена в общем хейтеса давай тоже посмотрим который который сделал одну один тайм с дексом и разделил второе место получается что роман все равно 4 но тем не менее давай мелочи составляют ваш шрек ребят но она как бы немножко скорости дает но тебя сильно в стенку пихает тебе нужно на стенке еще и в итоге как бы не приобретаешь война ничего там от стенки если очень сложно отруливать он делал разворот интересно очень-очень классно тут свернул этот френджам прямо самый краешек ударился головой сильная скорость вертикально себе дал вот вот где у него вот сейчас вот у него какая-то будет мелочь которую он не сделал и запорол топ он у них уже две было смотри у нее все классно финиш просто финиш просто классный он получается на старте он в середине делал перед первым джампадом он заворачивал налево при помощи фрейма джампа сильного и там где лесенка после падения вниз он там тоже такой большой длинный фрейма джамп делал то есть мне кажется вот эти два места могли немножко решить ну как немножко намножко получается что если бы он пропрыгивал от стенки не делал этот раз поворот налево и ну там в общем два раза это бы ему принесло вр как бы это больше чем 0 0 2 но декс давайте смотреть play play 56 и 7 тот же самый тайм прямо один в один но немножко другое прохождение текст тоже проходил без без рампы с ликовой залетал сразу наверх но без рампы мне кажется легче было по спейсингу что ли нет там там с рампой там очень сложно выруливать обратно на рану да 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 вот я знаю скорости хватает но вот то что ты постоянно втыкаешься в боковую уголок врачу стенки это раздражало очень сильно для многих этим учился ну и как классно вылетел до финиш очень классно что ты декс как всегда на уровне красавчик но тем не менее на каких-то жалких три фрейма внутри фрейма его перебил шайм поехали play почему интересно мы с тобой вздохнули так тяжело к чему бы это было я тоже как-то загрузились лучше да точно также проходил без без равной сликовый да очень короткий у него фрейма джам получился здесь очень близко к рампе про его посадили на доску да очень близко вертикальной скорости много получил здесь хороший поворот зарез головы принципе отлично вот топ-1 прохождение все чисто практически но тут опять же очень очень маленькие такие элементы которые могут повлиять на прохождение навыку ты здесь очень тяжело по сделать идеально же ну как однажды сказал cyrox что у меня на протяжении всего до фвц не вылетала на типа как он сказал надо фвц никто не выжимает максимум никто потому что не хватает времени потому что ты передрачиваешься как-то и учат получается что делаешь одно и то же как ну по сути да потом по механике уже потом выясняется что неправильно дорожку играл ну давай перейдем к cpm xpc 32 66 минут play подожди 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 таймскейл 0 5 забыл давай четыре с половиной минуты shadow так подожди давай таймске поставлю скейл 50 и посмотри его демку я на секундочку я включу я просто посмотрю чем там делал нет и не могу он там целую статью какую-то так вернемся 50 слишком много 10 play ну вы как бы весь в консоли творится так ты видишь ты смотришь это он там в консоли целые там поэму какой-то пишет да нет я у тебя потом посмотрю прыгать 10 раз туда-обратно бы зачем-то вернулся обратно попрыгал привет вижу ты только начал смотреть я думаю я стрим отдельно запишу по его дамки так все моргает тяжело смотреть так сделаю ладно я не хочу его дамку смотреть до конца там кто хочет можно скачать и посмотреть на или я на стриме и потом покажу отдельно переходим к shadow 457 и 5 быстрее на на час итак shadow я насколько знаю новичок видно потому что он поставил тп тайм ой не велетел сначала по ящикам забрал коробку поэтому ящики там и стоят и кстати доплыл скользила он ни одной кнопкой пытался ну как может как можно надо его circle научить а он уже наверно умеет столько времени прошло года два мы пишем обзор рынка спустя два года после дфвц уже дфвц 19 года прошел ребят там эндер кстати победил я так спойлерну вам если вы смотрите это в прошлом но ну слушаю не знаю ему надо собраться просто и сделать все аккуратненько потому что так дело не пойдет ну ну как ты никакой смысл вот так вот пытаться что-то постоянно ну вот опять мне кажется надо просто не торопиться дефраги как ни странно если ты не торопишься никуда-то у тебя все получается интер я думаю подтвердит потому что он любит играть длинные карты на которых если ты поторопился и запорол то тебе переходить 15 минут еще но все равно иногда сначала нужно пройти не торопишь не торопясь потихоньку просто чистенько надо потом когда ты прошел чистенько не нигде не запоровшись но как-нибудь ты он кнопкой до поднимался наверх вот это уже прошел не запоровшись надо же пытаться что-то сделать с этим быстрее как-то перебить себя ну прыжок все что не нажимаешь но это видно то что самая первая дымка то есть он даже не пробовал перепроходить видимо но может быть даже вот с другой стороны посмотреть вдруг у него не было времени то есть он прошел как смог и отправил потому что больше не было времени начинает почему-то из угла не допрыгивает и пробует опять из угла вижу чуть-чуть вот так думал перелетит мне сейчас опять наверно не допрыгнет вырезаться надо было таймскил поставить чужими это мы пять минут сейчас будем посмотреть ну давай поставим один один пять и 1.5 сразу скилл появился пошел-пошел-пошел блин немножко не долетел тут ну не совсем опытный мир там очень сложно давались дфвц карты потому что во первых потому что это все-таки дфвц это мировой чемпионат как-никак там ваш лоховских карт быть не должно ну а в остальном для неопытных игрков я думаю это хороший будет опыт какие-то свои нюансы заметят может у себя в игре и справиться написал бельбаник себе он тебе привет передал да это конфлик экстена и у него есть бинт но мне все равно приятно даже если он его случайно нажал ну попробуй просто упади вниз про прыжком перепрыгни по одному сделай он падал заступал решил упасть вниз и потом пешочком залез наверх вот это мудрое решение ну что 457 так мы сделали сколько скелта полтора видера все так поехали дальше окат как раз play 23 20 на 220 минут 20 вот здесь стрельц сразу по батареи сразу залетел он с наклонной и но здесь чтоб наверняка circle начал сказать даже добыл джамп сделал но это так скорее для того чтобы не упасть и вот здесь вот тихонечко видно то что не первый раз уже проходит то что он видимо туда же падал несколько раз вниз поэтому ему не понравилось ходил с джампадом как внутри без рамп но намного бодрее проходит а немножко не повезло но с рампа он лишь не долетает немного с рампа пришлось и третий раз и третий раз не долетел но он по крайней мере пробует как бы сложный путь по идее это тоже плюс получилось залезть наверх потихоньку потихоньку и не прыгнул и еще раз и долетел и и остановиться не спел как там а по наклонной как же наклонная братан он видимо не знает то что ее можно езжать проходил пытался только стрейфом не может ты знал но не подумал об этом многие ведь вещи и бывает даже не замечаешь даже вот тебя если взять как бы как опыт ниши игрока ну фенчурул красиво конечно развороте следующий кто у нас тут капитан улитка и да ты посмотрел перевод давай пол три минуты нормальный по боковой кстати уже боковыми кнопками скользит да прям как ты учу попадом даже почти получилось по этим центральным прям без остановки пропрыгать ты как-то быстрее меня смотришь на тебя . сколько полтора был начин с 1 из 7 сделать чтобы немножко выровнять так джампад он тебя быстрее прыгать чем у меня стесняется меня что теперь ты в этот ванга стрелял этим шутганом и сбоку отлично почти до конца получилось проползти и финиш 131 уже почти без установок да как бы это это уже хорошо гаганавта на восемь секунд быстрее полтора да ой гаганавта так рука трясется жестко но это вот тоже правильно по идее если у тебя прям совсем не получается пролететь это все быстро это зачем как бы мучить себя и пытаться когда можно просто пройти ну хоть как-нибудь и играть карту дальше ну блин очень трясется ну там все карты ой все все демки следующий следующий на 11 секунд быстрее чем гаганов допрыгнул ни докуда пришлось пешком залезать стрейк у меня получилось попадом пролететь отлично очень потихоньку потихоньку но все проходится рейла попал нормально но уже служит достаточно так ровненько идет но он все равно быстро на финише пропрыгал целых 11 секунд все равно срезал так что красавчик нервмар нидерланды на 2 секунды 3 стрейк отлично проскользил и почти до самого верха а потом вниз да немножко не хватило дополнительный прыжок чтобы запрыгнуть ой даже надо был джампом да очень кстати нормально так срезал но не юзал цпм рамку видимо там не хватало скорости мы когда он так проходить мой ступеньки там же рампа есть зачем ступеньки отлично получили их на финише прыжок немножко немножко за пару барин расседа на полсеки быстрее нервмара поехали поехали ехали 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 и на предпоследний пад и даже с него начал цирка сразу левая рампа и первый пункт а кто использовал левую рамку в этом плане он большой молодец попал пеноску ничего не зацепил хорошо полянувая сапсона сапожка потерял здесь три прыжка прыжка прям как тонн как так он туда не заметил интересно он не за выстрел из органа может не заметил может не бит 90-х 1 из 7 и 9 1 из 7 9 4 быстрее на полсекунды лет и так залет наверх отлично проскользил не залетел никуда пришлось пешочком подниматься попадом в принципе нормально пропрыгал залетел наверх использовал джампад не использовал рампу боковую да но прошел кстати все мы побыстрее немножко и тут не запоролся на прыжках но поворот не очень быстрее лучше в другую сторону и тоже не использовал дробовик и финиш как-нибудь да прошел как красавчик так катеров на 1 и 3 быстрее play play это крыша control который если ты смотришь напиши пожалуйста как вы ник и что означает у них нам очень интересно ну кстати пока что очень ровно идет опадом принципе нормально пропрыгал завернул не боя когда был жалпой за через уран куда здесь если не упадет никуда успел присесть а не попал а второй раз успел при падении вниз стэм скиллом это было очень опасно выглядел и кого-то и использовал точнее использовал навыкнулся использованы как нам и про наклонной даун по наклонной скорее всего не знает как скользить так что посмотри обязательно этот обзор потому что enter вначале его рассказывал как нужно по ней скользить пятьдесят девять и восемь ульм ульм вышел из минуты play первый пока что вышел из минуты причем очень близко к минуте всего лишь там две соточки наступился суши хитро down по внутреннему как бы по внутренней стороне прыгать чтобы ближе к рампе пояснижал принципе все чисто почти проведено 4 4 крышка левый рампа залетел на вверх отлично он походу не знает что можно поворачивать ну либо знает но не получается я тоже сначала очень долго мучился когда привыкал я так как мучился я помню потом от видел это я про это я прошел давай там сделаем чуть-чуть поменьше потому что они едва эти 1 и 3 до новичок со 9 и 7 так подожди побыстрее b4 ps сзади это польша play я ну давай не помню как бы 4 прошиваются баб что такое бифа и чуть-чуть что-то знакомые не вспомнил ухты до прыгнул на игрок вроде такой классный а не допрыгнул да да не до куда в общем пришлось делать дополнительно левая рампа заверт наверх отлично получилось использовал правую рампу 1 попал ухты даже ударился рампу 1 попал первояком неплохо на 950 вылетел и упал вниз и потерял очень много времени но мог бы 58 сделать даже меньше если раздавали он скользил немножко видимо никак уж у него не получалось поэтому поставил так новичок на соточку очень соточку даже чуть-чуть побыстрее play play циркал в принципе нормальное начало когда был жампом залетел на эту рампу начало очень уже ровно и кстати страхи прямо ну видно что стрекит уже не первый месяц и по крайней мере здесь у без остановок все пропрыгивает хороший дабл джамп а немножко не хватало видим ему скорости дабл клика он немножко запарывал надо был жампер но использовал цепью рампу из чуть-чуть зацепил так и поворот на 600 ну неплохо-неплохо это хорошо и на 1100 здравовика и и до рассказал до финиша и выиграетесь и хоть сначала не такое быстрое как у b4p но концовкой только он его выиграл но так то следующий дух юкс play за девять и шесть еще на соточку быстрее чуть-чуть не сейчас посмотрим что получается залет наверх принципе все неплохо раскользил вниз залетел на вот сразу наверх вот он не 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 ползал по этим ступенькам здесь он зря сразу не попытался завернуть было бы наверное получше попал на джамп от не получилось вообще у него скорости набрать не как использовал свеклую рампу находится тут принципе нормально завернул ох ты сколько же он времени потерял и сбоку проскользил отлично в принципе если бы он не потерял столько времени он бы секунду на 2 3 то есть человек 5 наверное обошел спокойно ну да кстати ну вот до агрессора на условно говоря у которого 55 секунд а но может быть да он там очень много потерял времени так среди у нас и фида на 700 быстрее лайк хороший старт быстрый нормально проскользил вот трампу не получилось него использовать делал дополнительный прыжок с правого угла проходить попрыгивал по падам на левая левая рампа отлично попал на джамп от он не использовал правую рампу не получалось наверх будет головой ударился скорость очень много потерял здесь принципе завернул очень неплохо попал шотганом да ну очень кстати бодренько проходит ну и фиопа мы знаем еще поверкапом его достаточно высокий скилл им и на пушках тоже я думаю на следующих картах до фвц он себя реализует и думаю петрович на 15 ой на полсекунды быстрее сначала говорить play а потом уже смотреть насколько быстрее ну ладно меня любит петрович петрович i love youtube братишка ух ты как много скорости ой как классно залетел это это мой ученик все жестко проходит работа получился на джампаде цпм рампу пропустил но но ничего страшного не зацепил там где яма и но тут конечно да немножко он тут запорол даму джамп запорол поставил вот уже петрович мог на секунды три быстрее до сделать если бы вот эти моменты исключил но по крайней мере доскользил хотя бы до финиша и финиш и голода более-менее хорошо еще на 200 быстрее желтый play так ты чуть больше чем 200 200 1 1 так залет принципе неплохой дорожок решил не получилось и никуда запрыгнуть пришлось по ступенькам залезать дабл джамп дабл джамп зовет наверх использовал пады здесь тоже попадал неплохо пропрыгал на использовал левую рампу использовал цпм ну рампу еле-еле там долетел до этого до хадика решетчатого это ему много скорости дала все время да и здесь он не запорол и хорошо завернул и получается что желтый сделал лучше финиш а петрович сделал лучше старт то есть он поднимался по ступенькам кое-как а петрович быстро себя проскочил но зато она финиша и там середине очень много запорол у желтого появилась мана в конце а у петровича она кончилась и в конце хейз плей быстрее на 2 3 высшая математика если ты не умеешь считать по 8 да ну левую рампу немножко неудачно он использовал потому что много на ней скорости попал рейлом неплохо да но зацепил ямы немножко и но в целом он очень много скорости набрал замена немножко да и не получилось у меня завернуть лучше притормозила сделала нормально голоджам тысячи на тысячу литву звука и на финише конечно немножко запорол у хейс я знаю что ты мог перри пройти лучше но почему-то этого не сделал тот же play 57 0 быстрее на секунду и 200 кажется что-нибудь нормально будет пройдено классный старт хорошо много скорость набрал 1020 не долетел до конца но зато получилось про прыгать все без остановки их мог сразу на под наверно завернуть джамп и левая рампа он даже не пытался скорость набирать после джампада вот там видимо сложно такой скорости ну там да если особо опыта нет то там же надо получается snaphood знать после после 1200 поэтому это было тяжело многим но не просто неплохо проскользил и трейдерожный зал в конце хотя себя надо было быстрее фастах и россия play быстрее 300 около того 6 о как он близко получилось у него 1050 набрал скорости до не вернуться до верха но с нижнего пропрыгал да это ему не помешало здесь он мог сразу направо заворачивать джок перед вас экономить спокойно использовал левую рампу тоже кстати очень хорошо с ним вылетел джампад тоже не набирал скорость потому что это было сложно использоваться прямую рампу хорошо попал сколько скорости сколько слон летит просто но из рампы которая после ямы не очень хорошо получилось но в целом повернул кстати хорошо на 600 и попал дробейком на 1100 и рассказал до чтоб наверняка повыше забрался и собственно перегнал с хорошим отрывом в 300 porsche еще с хорошим отрывом его обогнал кипиш play на целых 600 что там у тебя да да у меня в ходе отображается прыжок я забыл то что я включил случайно точнее скорость после приземления перед полетом и как сказать короче забери кипиш не использовал кстати цепь нурампу на тем не менее перегнал илюху просто х с рампы с рампы на и в яме он очень много скорости приобрел и и на 1020 с дробовика но здесь финиш немного побыстрее в принципе у него за счет этого я думаю тоже он вырулил свои 600 первые 55 секунд пятьдесят пять и три это агрессор так так стоять я потерялся где 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 дымки 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 грязи кресс раки сколько времени 55 и 3 у него здесь кей давай смотреть play я просто решил проскрыть вверх и потерял позицию и начал залетел сразу наверх но как быстро начало классная прям они не летел до верха решил прыгать по падам здесь тоже медленно все пройдено левые рампы использована левая дурная левая кстати набирал скорость после джампада и сделал лишний прыгнуть и не вылетел на 900 рампы немножко запорол дабл джамп и ай поворот как не но 1100 с дробовика поимел и на 750 повернул на финиш неплохо неплохо заслуженные 55 и 3 а еще лучше сделал аналог ну play на целых 200 мемисекунд сейчас посмотрим как он проходил эту рампу уголковую маленькую низко подлетел с дабл джампа набрал 1050 почти и до самого верха в принципе неплохо джамп дабл джамп ворот направо раз и голове очень быстро до начала неплохо пройдено быстрее чем у агрессора здесь он потерял на ступеньках очень много если притормозил и нормально завернул было бы быстрее нам надо и вот здесь это очень медленно медленно заступал и скользил заступал и скользил очень классно получилось прикинь чуваки так нарочно но мне кажется очень сложно сделать чуки рандомно просто google поставили едут sky 357 1 54 и 6 почти ой быстрее чем он новым на 600 залет наверх в принципе неплохой скорость у него 1080 но много скорости сразу до 100 ярко за джампе очень хорошо и долетел до 2 рампы ну решил джигзагом скорость как сказать подровнять прыжки но он был спейсинг не не подходил он бы падал там использовался бажа в рампе до вверх рейлом попался принципе все неплохо как немножко лико широко немножко взял бы но зато получился здесь дабл джамп не концовка на 740 прикинь обещаться получил ну да финиш как-то еле-еле он провел но тем не менее допрыгал это хорошо вся 38 и стул play на почти на секунду быстрее 08 начало принципе неплохое на 1020 получи нет не получилось не до верха долететь но мешало нормально прострейфить но сразу направо дабыл жар о как низко за краешек зацепился кнопку попал нормально так скорости получил и здесь дабл джамп неплохой уже завернул очень классно на 700 на 1100 здравоевика и здесь как они заставил скользят я вот пойду туда есть сейчас я в жизни так и сделаю плюс 200 еще сделал мод делай залет наверх все неплохо проскользил вниз до самом верху да прыгнул стрейфом поэтому получилось у него просто пропрыгивать все это видно то что побыстрее уже получается все на дабл джамп как прекрасно неплохо так и подлетел попал в рейлом кнопку падение вниз но там скоро 7 сбросил на караться ну да но в целом неплохо завернул но мог завернуть на 700 но немножко слезал траектории потерял скорость но тем не менее на тысячи словами возле паука и и на 800 заворачивает на финиш это очень быстро думал как раз за счет финиша дивы магера россия блин быстрее на три фрейма вообще 3 фрагер с 1 г почему-то должен быть 2 не фрага вера это приставками gear германия типа почему почему 2 объясни мне с точки зрения у меня тоже почему-то казалось что две должно но выглядит почему-то лучше когда с одной может быть это нам я да сейчас не придумаю слова которые на gear заканчивается не надо который заканчивается на г просто потому что фраг же производную получается дефрагер на кто да фрагер и должен быть вега значит по идее любое слово бери которое заканчивается на г и от него производную типа к человеку применяешь у меня колонки диалог типа человек диалогер с двумя г и должно быть блог блоггер с двумя г ведь нет с одной ну-ка загугли ну-ка открываем google давай давай с одной нифига надо же но человек который ведет блок в этом еще на г г г рович не на г короче ладно давай включим какую демку следующий выдавая на зеро потому что тоже свой чувак по идее быстрее на 200 чуть-чуть гермафродит надо заканчивается гермафрагик на тысячи петли потом потерял скорость да ну кстати хорошо хорошо повернул он достаточно опытный без враг гагеру на вторую рампу использовал левую не весьма эффективно брал скорость кстати прямо на краешек видел прямо на краешек пада там попал еще бы чуть больше он бы перелетел и да неплохо неплохо очень хорошо завернул надо бы джампе немножко потерял но тем менее 1050 дробовика и скользит на на 750 до но не очень быстро но за счет старта я думаю он вырулил лиф кикистан это тоже наш по-моему play морбит потом за форыч потом дурочка скорость 1050 нормально принципе долетел до самого среднего уже получается для этого дайм для этих даймов 1050 почти все вылетели тут конечно он потерял через левую рамку проходил забьет принципе набрал немножко скорость и использовал правую рамку заметил сразу вниз без остановки вот это отлично пройдено часть его сразу наверх завернул здесь дабл джамп не получился почти скорость сохранил на 800 прострейфил и финиш вот уже быстрее лишь как как-то вот перед этим на на заработал дефрагер ну в общем видно то что у него как-то середина пройдена побыстрее хотя ну не вся середина начало честно не скажу где он поставить везде наверно по чуть-чуть следующий gt morbid 53 и 112 россия play быстрее на четыре фрейма что ли около того там скил репорт от ну ладно набрал 1050 отлично попал на уголок рампы хорошо прострейфил попал здесь на вторую рамку ударился головой пришлось тормозить и попадом пройдите медленнее вот здесь он использовал левую рампу залетал набрал немножко скорости использовал правую отлично в принципе быстро попал даже рейлом все попадали здесь очень много скорости потерял он на 600 или 500 почти завернул поэтому он мог сделать намного быстрее угол неправильный поставил при подлете он потерял тоже скорость следующий зуфорыч наверно давайте за короче посмотрим быстрее на чуть-чуть но ничего play циркл неплохой залет наверх высоковато на тоже неплохо набрал 1050 тоже значит пойдет нормально на рампу на пропрыгался все пады неплохо на нижнюю рампу использовал мог бы до верхней допрыгнуть если постарался здесь в принципе тоже неплохо использовал правую рампу первые кто ее использовал вроде бы заворот здесь тоже правая рампа использована нормальный циркл дабл джамп дабл джамп заворот на 800 скорости много сохранил вот это ему очень много много дало и здесь он не набирал не терял скорость просто 600 медленно но ничего нормально следующее дурочка россии чечне это альмера да в общем да вы ему и осмотреть 52 и 4 play быстрее еще на полсекунды около того ну что нам покажет альмера которая не берет все два ручки 1020 принципе церковь нормальная получилось тоже наверх залететь вторая рампа циркнул на той рампе можно было бы получше кстати вылететь право рампу слишком прямой уголь правую рампу да я использую но здесь набрала ухты я так и не заметил то что она подземлилась она сама может не поняла и скорость 900 или что же такое то надо было притормозить и делать побольше скорости было бы намного быстрее вот зато угол правильный на 900 до или мало 900 даже до финиширует очень нас следующий чайки путь до середины 2 play быстрее на секунду 200 вот ну чтож церковь неплохой прямо в уголок скорость нормальная на 1030 залетел сразу наверх дорожка принципе стандартная уголок сразу до 2 подводить о том намного лучше сделать чем альмером угол чуть острее взял и тени и будет хорошо но по сырой после джемпада не очень много набрал но они видел подземлил и это помогло ему пласть упасть без зацепа завернул на 600 медленно но что поделать теперь уже вержу точный а его ку-3 ну что же он прошел получается очень быстро потому что оказалось альмера прошла прошла быстро а гадебус на секунду просто сделал быстрее и даже использовал в кадре финиш так что я думаю это когда финиш и поворот как-то у него медленно хорошо прошел в общем андот москаль следующий play 51 и 1 быстрее на 100 какая небольшая сердца так на 1070 не получилось вылететь здесь залетел до самого верха нормально у него цирку нормально пропрыгал попадом использовал левую рампу чтобы более остро зайти на нее здесь даже набрал скорость в полете 1400 с рампой не очень хорошо вылетел снизу и поворот поворот достаточно хорошей начали почти на 700 и здоровье к 1100 скорости получилось да и на 900 на финиш хотя мог бы постараться по внутренней траектории давно пораньше слететь с наклонной и сделал бы думаю из 50 но то есть 51 то есть так следующий оби бас россия play быстрее на чуть-чуть три фрейма что ли около того ярче включу до 3 фрейм на 1072 вылетел посмотреть на тебя наверно другая команда поражает пушки у меня перед отрывом от земли есть после отрыва земли нет у меня перед то что наверно ну служи поворачивает и все делают достаточно четко но использование запоролка не что же мог бы из из 501 выйти а с такими делами возможно есть 50 кто знал так по 8 120 вместо 20 стоит у тебя какая команда отображает скорость после прыжка я не помню какой там час я не знаю где у тебя отображаются вообще но у меня как и у тебя внизу но они у меня вокруг прицела я сделал короче инфо с какой игры 120 у меня 140 стоит но там немножко другое какой-то аксель короче ладно хреста но к рыбать туда хотим на сорок девять и семь так подожди давай осмотреть сектор меньше пятидесяти с войску сколько их ой какой ужас подожди не не давай не будем давай давай не будем горячиться потому что еще дожди да я посмотрю давай давай стоп-20 начнем как обычно смотреть саженка у нас основе 20 зерк я вангую зерк это у нас дарк фиш зеркала 24 ну ладно с 24 сколько секунд у нас 46 и 8 но наверно меньше 40 семена на смотреть ладно ну да вот 47 0 у зерга не будем смотреть а вот уксаса 49 46 и 9 будем 40 9 7 он обошел кого там и не помню кого не успел посмотреть предыдущего человека на сколько-то и там два итальянца были тысячи пятьдесят нормально в принципе попал на рампу лучше бы несколько хотел заходил больше скорбусности бы сохранил да кстати он очень классно сейчас зашел вернул неплохо рампу прямо я самый краешек немножко набрал скорости дэбл джамп попал кнопку получил нормально вертикальной скорости но и справа сбоку он заходил ничем попал шагановой внутренне с я вангую на 830 получилось про пройти да ну классно прошел нас по моему нас тоже кто-то из наших 49 и 3 посмотрим play н.л. не из н.л. клана понятия н.л. нидерланды нидерланды но в раскраска французская вроде красный белый синий тем не менее я думаю ему будет приятно ой слушай забл джамп очень классно много скорости сохранил на на основные моменты которые должны быть по идее он выполнил он это сделал хорошо и в принципе хвала ему смотри смотри за 40 за 50 у нас было две демки за 50 до 51 у нас было 5 демок сколько 6 за 50 всего 2 за 49 у нас 4 5 а за 48 у нас у нас 42 одна демка будет 47 смотри сколько демок за 46 тоже смотри сколько демок короче ладно ну давай давай посмотрим на кто кто сейчас следующий коша время 40 80 play а или ты спрашивал про мое у меня 9 часов не 8 ну ладно низко получилось не пропрыгать больше скорость сохранил 1100 почти не получилось набрать 1170 набрал перед рампой использую рамку на 2 вот получилось не допрыгнуть использовал прозором и набрал до почти 1400 цепанная рампа хорошо попал почти попал по чуть-чуть там видел клевого день констрировала тем не менее по даже завернем 850 вообще классно очень завернул стрельнул и скользит да и можно было финиш чуть-чуть побыстрее сделать ну да в принципе неплохо все пройдено отлично даже классно уже намного быстрее народ проходит так 48 из 7 был следующий у нас а уж а урум да да 48 почти неплохо пройдет 1120 аж заходил наискосок даблджамп неплохо на право тоже на второй урок от здесь тоже завернул неплохо даблджамп от правой рампы скорость 1400 набрал хорошо пропрыгал джамп да в принципе все почти неплохо пройдено дайкс и завернул классные 1200 с другого века даже выбил здесь и правда не скорость не набирал но тем не менее 800 достаточно неплохо повернул очень даже классно а венджер да play 47 1 днк еще на чексе да еще на 400 быстрее тысяча всего скорость но с рампочки он залетел на самый верх и пропрыгал отлично здесь много скорости сохранил он использовал правую рампу скосок на нее зашел набрал немножко скорости получился даблджамп на 800 повернул 1200 даблджамп на 800 повернул 1200 даблджамп и сказит да ну хоть так это хорошо extend на 40 быстрее на 5 фреймов поехать play экстенушка мих михаил михаилишка отчество забыл извини не помню забьет наверх неплохо 1070 и не высокого то мне кажется не получилось здесь подпрыгнуть ой очень классно вылетел точно 800 с рампу использовал дальнюю но 1400 набрал использовался пану рампу и вылетел на тысячу почти с ямы это очень быстро заворот заворот на ай запорол немножко данность видел но тем не менее очень очень и концовка очень быстро ну конечно ему же хокс помогал внешнюю хорошее на капкорма давай тоже посмотрим один ладно давай капкорм у нас свой чувак низко получилось прыгнуть в принципе отлично 1100 у него скорость еще двести билет ой это посмотри гран залетелось музыкова то мне кажется подскочил она была более полага заходить на этого рампочка даблджамп после рампы набрал скорость 1400 использовал я желаю ящик скорость здесь маловато она положила но за счет того что как раз он использовал ящик у него спейсинг немного другой получился а финиш кстати очень даже быстро поэтому мы смотрим водичку 476 play циркл 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 ну ладно на 1050 у него была скорость он перпендикулярно заходил на рампу нормально стрейфил повернул очень полога много скорости сохранил использовал правую рампу щи до самой рампы доскочил набрал скорость отлично попал на рампу даже очень высокая скорость и до начала него было не так быстро вот эту часть он прям и завернул его слегок хорошо вот еще двести тридцать здравовика и рассказил да еще сколько он брал да как ты прям учил рассказил возможно именно поэтому он перебил капкорба и она и остальных тоже им было давай давай всех перечислить и корж ну давай фракир 47 6 тоже на пару фреймов побыстрее клай муж у кого-то будет два старте 8100 вообще перпишет верно заходил на рампу еще 200 качественно проходит как завернул классно немножко скорость потерял на повороте но концовка неплохо пройдено следующий эффект все так близко идут за 47 сколько у нас тут дэмок за 47 да очень шлемого 9 12 14 дэмок у нас за 47 эффект 47 6 play начало принципе неплохое 1050 на головку и как заходил самый край шикова нижнюю рамку два падающие зал но здесь это неплохо залетел наверх не спейсинг какой-то очень приятно 850 они пара когда финиша и не знаю где он здесь наверное на повороте он много себе много времени сэкономил там где 850 сделал следующий кто у нас не было посмотрим давай да не был бы смоглей кстати вот квазар видел там до перед не был ходят слухи что это арка то есть есть люди которые замечали как что он логинился как вот у арки блогин висит а л-л-гп типа вот он логин с этим логином и полно вероятно что это арка ну не знаю разужил он дал свой логин типа ну эффект очень хорошо и качественно стрейфинг очень классно поворачивал там везде скорость максимум сохранил и на финише на девятьсот айфик дрем сорок семи четыре play почти зерк курсе все близко уже тайм идет 1050 не скорости почти перпендикулярно заходил на эту рамку почти получилась набрал немножко скорости срам очень много приобрел тысячу его рот сериал сколько скорости на повороте конечно не очень хорошо вышло он набрал 950 почти да вы за счет финиша неплохо да вырулил бы чутенько прям да нам на light play быстрее на 200 но чуть меньше чем 200 услуга уже очень такие классные таймы идут низко получился старт неплохо 1100 с чем-то как сразу на лево заворачивай неплохой очень много скорости сохраняют после джампада ой после после джампа и на джампаде тоже неплохо набрал здесь набрал после рампы и рука очень трясется дону поворачивает он хорошо ну ему может было так проще и тем не менее все равно за счет того что они проходили все остальное хорошо они смотри около топ-20 это я думаю неопытным игрокам это очень почетно я считаю ну топ-20 это нормально да да давай дэс плей литва литва литвания как литуаль он наверно не знаю играет ли он с напугаем или без да без снова он играет полога так все ведет да может быть а может и со снабхудом на 740 притормозил кстати перед чтобы по прыжкам получилось да это важный момент нет мне кажется он без на входа игра это зря 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 вон смотри газер без на входа и добра а я не один видимо играет без на входах нельзя даже даже без худо играть не факт что он записывал демки без худо одному и шик стену известно я думаю и тебе но ты не скажешь что что да ладно потом пересмотришь на 750 поворот нормально ну хорошо прошел до топового по идее не получилось получилось так то следующий давай пола посмотрим под фенис это пол ваша play зачем они поля и странно тебе делают орион тебя это не стучу косой или это созвездие ориона как некоторые как некоторые ты кого-то лично знаешь смысле с пояса ориона так ладно давай нюбрик то посмотрим подождение место знаю 46 8 че я не вижу не знаю 46 8 подожди он точно не брик на так стоять ксас 46 9 это у нас 23 под фенис 21 dark fish это у нас а у него ник такой разноцветный 19 место но все можно включать так кто там нюбрик нюбрик play то что же топ-20 как у него старт не очень получился как все медленно прям медленно так прыжки идут как высоко он подлетел очень медленно это был джамп почти до джампада долетел на скорости набрал себе немножко пола рейлом отлично завернул прыжки неплохие 750 у него был поворот на 900 он прибился очень классно на 1250 с кнопки набрал скорость набрал да много красавчик тут и фрукти из юрая из юрая вот он юзает вроде бы господь точнее ну можно у него спросить но тут видно что газон доводит и все потом обратно да вот переставлял даже сейчас видел на девять ну точнее ну на тысячу за лужа под очень классный 1400 после джампада поворот неплохой но поворот но вроде очень плохо получилось но наскользил себе 950 почти до красавчик за киевин на на 700 на целых 700 быстрее ой из белоруссии почти земляк кандидат фпс за киевин пропал куда-то за киевин сейчас 120 было классно зашел на низко получилось на рампочку заметить да здесь но он низко получилось вам очень хорошие результаты показывал уже два года его не видно не знаю где все головой в принципе если снаткуда как будто играет айлиса снаткуда или пытается на вроде под подравнивать что-то ну или не набрал но и не потерял на финише в принципе это тоже хорошо андер это интер досмотри блин 46 0 тут за 45 вообще никого не было я на месте я мог спокойно потерять секунду на такой карте и потерять одно место всего и потерять уважение заклонов давай смотри за 46 когда мог было за 47 за 47 до и сколько заслужен за 45 смотри как много дамок смотри 42 много давай ладно play до 44 9 сейчас будем разносить эндер ский стрейф но у дактору circle в 630 фу 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 да это кстати есть классный рампу на это нормально получилось здесь тоже повернуть ой почти на 900 с этой вылетел это очень классно дабл джамп под дальнюю рамку использовал и 1400 после джампада ну как-то ты медленно все делаешь все еще конечно там с келлить 1000 с рампы выпрыгнул и завернул очень классно но по моему не убить на 900 заворачиваю приземлялся на девицу на 800 шестерах про строитель ну наверно но прошел хорошо на тысячу у финиша очень классно торнер обогнал тебя на немножко play на 4 фрейма наверное прям вообще он прям по зонам по зонам смотрят 1170 а как низко получилось у него шерца звуку после какой звук какой-то велика не какой-то не даже не познаю 1400 с рампы очень много тут набрал после дабл джампа и на тысячу на тысячи поворачивает и главный поворот оп-оп-оп немножко хуже чем твой да 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 очень высоко но выиграет он где есть наверное да ну здесь и ну везде может быть там по фрейму и обогнал в чаркин беларуси play 44 6 еще немножко быстрее на двести или триста но все чуть-чуть вечеркин и на тысячу восемьдесят про скрытся взял здесь на 900 тоже добыл хорошего джанга высоковато мне кажется хотя может нормально джамп насколько порогает 720 он там не такой быстрый как бывало некоторых но здесь еще до тысячи натура скорости да финиш очень быстро получился сайрок сайрок сайрокать низкий даже старт скорость 1110 набрал что вот здесь правильно рамочка приземлиться низко ну тоже заворачивал когда даже классно не получилось рампу заражать невысоко он скорость себе скинул но все равно не было там нормально так 750 что ли 960 у него после слика и финиш кто у нас следующий биби он ватикан видишь написано но это наш чувак что у него в этом профиле интересно открой их как черт не знаю ну в начале говорят надо посмотреть на дом в офисом открывается да я нажал а ты нажал перепроверь точно записи тоже играет сделала тоже тоже минусом да ты тоже 1180 сразу здесь заворачивал да 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 кстати быстрее это много быстрее и на тысячу вылетает ой 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 дабл джамп и на дальнюю рампу почти тоже на тысячу и 500 он залезал в яму и на 900 вылетел но это не очень быстро но тем не менее главный поворот 750 да ну нормально нормально почти я перебил что ты нормально я я же знаю сколько где надо между так босс на до play 44 один быстрее на еще 300 так неплохо минус прыжок здесь минус джамп сделал перепрыгнул эту штуку ну ты сейчас 290 кстати с этим дабл джамп поворот пока все кучи дабл джамп отлично дабл джамп от 930 можно было побольше как-нибудь попробовать попробовать 3 поворот и 770 классный поворот получился он там еще скорости себе понадобал набрал немножко до 1000 до сликал на рампе так следующий кто у нас хокс 44 0 play еще на 100 миллисекунд ну то есть все сарикса на пол секунды перебил у него классно все по зонам сделал минус прыжок до 1150 разогнался но здесь он он должен об ящик прыгал дабл джамп прыжок дабл джамп здесь на 1080 этаж добрал до 1420 пола рейлом отлично набирал скорость 770 у него был выбор обратно почти 2000 до сликал и финиш 44 0 следующий следующий будет там тут алё да сейчас тебя давайте готов чем можно сказать по своим дымку не знаю я на любой своей дымки до конца буду говорить что мне не хотела времени потому что я почти не играл он сделал минус прыг 1200 использовал левую рампочку почему левая не правая я левша потому что дабл джамп до 1060 нормально так скорости с поворотом на 930 рапа ух ты 90 слик езал мне не знаю мне реально дайте мне еще один день вот вот на каждой карте реально было такое дайте мне еще один день я сделаю топ и в итоге я все пропускаю пропускаю народ надо было остальных посмотреть типа брейкер от тем типа ну не знаю давай топ то смотрим есть кейст кейст окей плей этим пропустим пропустим брекера ладно ну ладно он не обидится зона сделал минус прыг 1090 он набрал скорость и тоже левую рампочку и зал очень низко получилось дабл джамп еще дабл джамп у моего вчера другой да интересно очень работ дабл джампа попал сразу на рампу 43440 с разворотом на 900 но тоже неплохо он с дабл джампом на 820 не получилось до 1000 до фликал и финиш бас 40 0 play обогнал тебя на 400 на 350 давай поговорим насколько он тебя обогнал но я же не зал 4 что-то они были спасли левая рампочка сразу с оборотом классно 1060 там по скорости много почти на 950 выпрыгнул он тоже да 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 финиш 43 0 адриан на пару фреймов побыстрее play play это уже топ-2 слову наконец-то топовые демки целый день записаны так прям классно ух ты сколько он 1240 прыжок и сразу налево этим он себе очень много сэкономил но потом где-то запорол походу world смотри какой чего числевую рамку офигеть но здесь у него очень мало вот здесь очень много потерял где на повороте тоже здесь потерял я хочу есть я захотел есть если бы он если бы он вязал там не знает твой разворот на 180 или того же кого топ-1 то он бы перебил наверное его там больше чем ну да мне кажется сейчас посмотрим как прошел имбир топ-1 заслуженный стреф лидер и play америка почему-то написано хотя по моему у нас германии ну как он классно переводит зоны дабл джамп тоже на 1240 допрыгнул до рампочки повернул с дабл джампом 470 классно да ну ну стрейк задрот все знают об этом не за ворот тоже хороший очень очень классно он в эту еще по триггеру попал хотя кстати город был круче у тебя на 930 было у него 880 ну это же я ну вот да вот такие демки все что можно мы просмотрели о чем здесь давай посмотрим топ-1 демки в замедлении сначала ваку-3 таймэскейл 0.5 годов так подожди подожди я немножко заплутал демк подожди я прям я очень заплутал подожди открываешь папку ваку-3 скроешь самый верх делаешь нет у меня их у них за не исчезли куда-то все демки перезадут и фраг ладно показывай я показываю не давай 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 чё ты у меня какой-то детки еще исчезнуть на я не в ту папку заходил я испугался так блин я думал что стыбки куда туда все дано подожди 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 это ран цепям а вы которые смотрим да им скилл сколько на 5 до это поехали будет вообще и сглос и так начало в принципе начало у всех стандартная но здесь по прыжкам сделал минус 1 нет они они проходили все так чтобы вообще араб после кого не издать да но навык утре особо больше минусная мазь чем люди самой трампочкой вот большинство проходило через этого боковую боковую перекладину запрыгивались направо попадом головой хорошо ударился в принципе здесь он проходил от стенки ну минус в летаем фрейм и джамп правильно в принципе направлял себя после после джампада набирал скорость боковыми стрейфами неплохо так прямо джампнул для поворота налево даже не пришлось ликать почти на краешек попал здесь не нужно поварилом ударился головой неплохо на 850 у него получилась рампа использовал нам сзади сзади справа была стенка какая назвать бортик бортик помогал при прохождении очень сильно смотри у него сервер тайм 595 балл это 10 часов это рампа вам очень хорошо она помогла ему финишировать и не жжа очень медленно теперь си пируем cpm как челлендж промоут короче indor готовы на той опять чуть раньше на руку ну ладно ты ничего страшного буду ванговать как он зона переводит сначала одна зона вторая зона третья зона четвертая зона ну так надо так надо стрейфить прям вообще крутой ну зона дабл джамп набор скорости на вот этой вот сликовой рампе на 1235 прыжок заворот на штуковине это позволило ему на скорости 1190 почти поворачивать вот здесь отлично кубик на этот маленький кстати с него он мог дабл джампнуть об следующую платформу с него если бы скорости много было там высота как раз неудобно и ну где он сделал поворот после удара головой на 960 до очень быстро у него очень быстрый дабл джамп здесь он с поворотом просто дабл джамп сделал он не знал про твой что вы не пошли этот роут фокс не на 900 на 1000 набрал и финиш до 47 красава можешь показать нам таблицу в общую да сейчас я переключусь на где образ браузер и мы здесь видим на сайте ну как она не попасть открываете у 3 3df . здесь есть кнопочка вот dfc пока он еще активно ну или открываете сайт dfc 3df . work и здесь можно будет найти информацию по всем раундам вот например раунд 2 который 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 был давным-давно-давно скроем в самый низ тыкаем на него вот он players и здесь мы видим то что у нас кто на каком месте кто что занял кто сколько очков получил по текущей очковой системе так и команды командном защите кто что занял и было две демки которые не были приняты от желтого какого-то человека шел ты тема файл вас тронкой этот человека тронкой этот транквилизатор усеченная короче на обрезан а видимо там часть демки не загрузилась на сервер там поэтому она была так в командах смотри если командном зачете мы с романом были вторые интересно но берет основном командах как складывается сумма времени получается 140 поэтому вот так вот ну это нормальная система подсчета они очковая так и здесь можно видеть кто занял какое место стрэндж ланд или шайн или гренадер он занял первое место на этой карте декс второе но и так далее в общем кто можете здесь посмотреть скачать все демки можно ли по одной демки скачивать либо здесь есть кнопочка под демки для всех игроков на этом мы наверное наш обзор будем сворачивать что показать здесь здесь на этой карте наверно ну уже все в принципе да все показали демки мы посмотрели будем ждать от нас будем даже мы ждать когда мы запишем третий обзор на третью карту и в общем-то всем спасибо за просмотр делайте выводы из наших светов и играйте лучше и лучше с каждым разом всем удачи всем спасибо всем пока